Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы смотрите первые видео Авторынок. Если вы еще до сих пор на нас не подписаны, рекомендуем подписаться на канале. Много полезной и интересной информации о выборе и покупке поддержанных авто, в том числе и обзоры в разных форматах. Ну а если интересуют машины в наличии, либо вакансии в компании, или какая-то еще информация о нас, все это по ссылочкам, а не в описании. Развитие современной автомобильной промышленности шагает семимильными шагами, в каком из направлений каждый решает для себя сам. Но это факт, и игнорировать его тяжело. Китайский автопром все больше и больше расширяет свое присутствие на рынке. Все больше становится новых автомобилей, предлагаемых в салонах дилеров, а следовательно и на вторичном рынке эти машины также вскоре появятся. Не обходит эта тенденция стороной и нашу компанию. И сегодня мы поговорим об одном из представителей китайского автопрома. Это компактный кроссовер, который позиционируется как относительно бюджетный автомобиль. Бюджетный по меркам новых авто, конечно же. Следующие несколько минут данного обзора мы посмотрим на автомобиль снаружи и изнутри, изучим багажник, салон, поговорим немного про технику, ну и, конечно, обязательно осмотрим машину на подъемнике. Встречайте, Cherry Tiggo 4. Cherry Tiggo 4 появился в 2017 году. Эта машина выпускалась по 2023 и вполне официально предлагалась у дилеров в России. В 2018-19 году машину провели через рестайлинг, обновив внешность. На российский рынок эта машина предлагалась только с одним единственным вариантом двигателя. Это двухлитровый атмосферник, 122 лошадиные силы, коробка передач только вариатор, а привод передний. Наш сегодняшний экземпляр – это 2020 год выпуска и пробег в 54 тысячи километров. Габаритные размеры этого кроссовера следующие. Длина кузова 4 метра 29 сантиметров, ширина 1,83 метра, а высота 1,64 метра. Колесная база – 2,61 метра, а снаряженная масса – 1490 килограмм. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, то для заводской краски толщина ЛКП у этого автомобиля колеблется в диапазоне от 100 до 130 микрон. Разброс показаний очень маленький. И при этом слой краски толще, чем, например, на автомобилях для внутреннего японского рынка. Также можно констатировать, что часть кузовных панелей у Cherry Tiggo 4 оцинкована. Это, например, касается боковых дверей, но не относится к капоту, передним крыльям и крышке багажника. Обзор автомобиля внутри начнем, по традиции, с багажного отделения. Его каталожный объем здесь – это 340 литров при поднятых спинках задних сидений и 1100 при сложенных. Вооружимся рулеткой и проверим, как обстоят дела с линейными размерами. Проем багажника здесь практически не сужается к низу – 102 сантиметра. От фальшпола до крыши – 84, а длина багажника по полу – ровно 80 сантиметров. Для перевозки большого количества груза вы можете сложить спинки заднего сидения. Видно, инженеры не особо заморачивались с механизмом складывания. Спинки просто падают вперед и все. Соответственно, никакого ровного пола здесь вы не получаете. Есть ступенька, плюс сами спинки еще имеют наклон. При сложенных спинках сидений расстояние до крышки багажника составит 1,5 метра ровно. А максимальная длина груза, которую можно здесь увести, протолкнув между креслами и уперев переднюю панель – 2,5 метра. Что касается дополнительных удобств по багажнику этого кроссовера, здесь по большому счету нет ничего, кроме плафона освещения на левой боковой панели и двух крючков, на которые можно подвесить какой-то груз, либо зафиксировать за них сетку. Ну а под фальшполом в нашем случае скрывается запасное колесо в формате докатки и комплект штатного инструмента в нем. Ну а теперь про салон Chery Tiggo 4. Первое, что можно отметить, попадая сюда, это сиденья. Сиденья здесь очень сбалансированы с точки зрения профиль и жесткости. Сиденья комфортные, надо сказать. Боковая поддержка на спинке очень явно выражена. И есть такая же на самой подушке кресла. Довольно неожиданно. Рулевое колесо здесь удобное, оно имеет кожаную отделку, кстати говоря, не скользкой эргономичной формы. Кресло водителя в данном случае имеет электрические регулировки. Правда, есть одно замечание. Как и на Havail F7X, в данном случае производитель почему-то посчитал избыточной возможность регулировать подушку сиденья по наклону. Угол здесь один-единственный. Соответственно, вы можете регулировать наклон спинки, двигать сиденье назад-вперед и разбираться с высотой подушки. Больше никаких дополнительных регулировок здесь не предусмотрено. А хотелось бы. Потому что штатный угол наклона подушки не позволяет мне, например, опереться бедром на сиденье. И часть ноги в любом случае остается висеть в воздухе. В дальней дороге подобное может напрягать. Что касается диапазона регулировки самого сиденья, то он здесь вполне достаточный. Если я отодвигаюсь максимально назад, то при моем росте 1,86 м, левую ногу я спокойно выпрямляю в колени. Что касается рулевого колеса, то в данном случае колонка регулируется только по наклону. Регулировки по вылету здесь не предусмотрено. Опять же, минус в эргономику. Что касается материалов, из которых изготовлен в целом симпатичный интерьер этого кроссовера, передняя панель здесь мягкая, есть имитация прострочки под кожу, но это касается ее верхней части. Пластик внизу уже современный, как, собственно, и пластик на дверных картах тоже. Приборная панель здесь полностью цифровая, хотя указатель температуры и указатель уровня топлива имеют свои отдельные кольца, но по-прежнему представляют собой, по сути, рисунок на мониторе. В центральной части большой дисплей, в центре которого, в свою очередь, располагается цифровой спидометр, который продублирован в виде вертикальной шкалы, как и тахометр тоже. В бортовом меню вы можете менять цветовое оформление приборной панели, а также управлять информацией, которую вы выводите на дисплей бортовика, в том числе информацию по датчикам давления в шинах, остатку топлива в баке и оставшимся километрам пробега. Что касается клавиш и прочих кнопочек, здесь на двери стандартный блок управления стеклоподъемниками. Регулировка зеркал вынесена вниз в слепую практически зону слева от руля, поскольку здесь довольно-таки темно, и разбираться с клавишами придется больше на ощупь. Тут же располагается клавиша включения-выключения системы стабилизации с очень маленькой пиктограммой на ней и корректор фар. Подрулевые переключатели в принципе на месте, переключаются приятным усилием и без ярко выраженных пластиковых щелчков. На рулевом колесе два блока клавиш, левая сторона отвечает за бортовой компьютер, круиз-контроль, право управление громкостью магнитолы, переключение каналов, режимы, управление телефоном, снять, положить трубку, которую можно подключить к штатной системе через Bluetooth, и включение-выключение подогрева рулевого колеса. Греется в этом автомобиле, кстати, и лобовое стекло тоже, причем по всей площади, а не только зона дворников. Очень удобно. Включили подогрев в зимнее время, через пару минут можно просто смахнуть подтаявший лед щетками и начинать движение, без лишних упражнений со скребком. В центральной части панели большой монитор мультимедийной системы, на который выводится в том числе и картинка с камеры заднего вида. Что касается климатической установки, в данном случае у нас обычный кондиционер, одна зона. Управление температурой и оборотами вентилятора осуществляется при помощи удобных поворотных рукояток, все остальное на кнопках. Опять же, есть к чему придраться. Клавиши довольно тяжело различать тактильно, без взгляда на них, и здесь очень маленькие пиктограммы. Ниже располагается 12-вольтовая розетка и USB-разъемы для зарядки мобильных устройств. Клавиша запуска остановки двигателя, а у автомобиля бесключевой доступ, располагается слева от селектора КПП. Селектор привычный, прямая прорезь, здесь кнопка блокировки и предусмотрен режим ручной смены передачи. Естественно, речь идет про имитацию, поскольку у автомобиля вариаторная трансмиссия. Слева блок клавиш, который состоит из клавиш навигации бортового меню, клавиши переключения режимов работы автомобиля, спортивный, нормальный, экономичный. Здесь клавиши подогрева передних сидений и джойстик регулировки громкости мультимедиа. Стояночный тормоз самый обычный механический, ну а в том, что касается бардачков, подстаканников и прочих мест для хранения, дела обстоят следующим образом. Два подстаканника на центральном тоннеле, маленькая полочка, куда можно попытаться пристроить смартфон, но не всякий сюда поместится, и очень компактный бокс в центральном подлокотнике, без каких-либо дополнительных разъемов в нем. Основной бардачок в данном случае не поражает своими габаритными размерами, но бумаги формата А4, сложенные пополам, сюда войдут и в достаточно большом количестве. Также есть футляр для очков на потолке и узенькие кармашки внизу дверных карт, передняя часть которых пошире и отформована под бутылку с водой. Что касается обзорности, здесь придраться по большому счету можно разве что к широким передним стойкам, дань пассивной безопасности и современному дизайну. Линия остекления достаточно низкая, капот полностью видимый, это касается и боковых краев и переднего края тоже. Передняя панель не загораживает обзор, а боковые зеркала при этом большие по площади, удобно пользоваться, плюс есть небольшая зона с преломлением по краю. Так что с маневрами в городе все обстоит хорошо. Ну а с обзорностью назад выручает камера. А теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем ряду. Что касается места на втором ряду, при столь короткой колесной базе можно было ожидать худшего, но нет. При росте 1,86 м, садясь сам за собой, я даже не достаю коленями до спинки сидения. Спинка, кстати, мягкая, поэтому даже если бы колени в нее уперлись, это не доставило бы большого дискомфорта. Сама подушка заднего сидения полностью плоская, и никакой поддержкой здесь не пахнет, от слова совсем. То же самое, по сути, касается и спинки, которая, кстати говоря, лишена возможности регулировки по углу наклона. Зато есть весьма широкий удобный подлокотник с двумя подстаканниками в нем. Также для задних пассажиров здесь доступен очень маленький карман непонятного назначения, и есть клавиши включения-выключения подогрева сидений, причем двухрежимного. Тоннель на полу у этого автомобиля практически отсутствует, поэтому третий пассажир при желании здесь разместится. Под передними креслами достаточно пространства, куда девать ступни, а под левой рукой в данном случае есть подлокотник, причем выполненный из мягкой пластмассы. С обзорностью для задних пассажиров здесь также все плюс-минус в порядке, а запас пространства над головой еще достаточно солидный, несмотря на вертикальную посадку. Так что на заднем сидении этого кроссовера отправляться в дальнюю дорогу вполне себе можно. Что касается силового агрегата, который здесь один-единственный на российский рынок, этот двигатель носит маркировку SQR4G20 и представляет собой рядную алюминиевую четверку с двумя верхними распредвалами, с фазовращателями, с гидрокомпенсаторами, зазоры здесь регулировать не нужно, обычным распределенным впрыском топлива и ременным приводом газораспределительного механизма. Мощность этого двигателя 122 лошадиные силы и крутящий момент 180 ньютон-метров. По сути, у этого мотора не так много недочетов. К одному из них можно отнести то, что этот мотор тыковый. Как это принято говорить, при обрыве ремня ГРМ клапана здесь гнет. Второе. Он боится перегрева, как и практически любой современный алюминиевый блок. И при этом к слабым местам данной силовой установки можно отнести относительно небольшой ресурс термостата и проблемный клапан в крышке расширительного бачка. Но если следить за системой охлаждения, вовремя менять масло, которого сюда заливается 4,7 литра, вязкость 5В30 и заправлять более или менее сносное топливо, хотя паспортный бензин здесь 92-й, вы вправе рассчитывать на то, что данный мотор проездит свыше 300 тысяч километров пробега, поскольку никаких особых конструктивных заморочек в нем просто нет. Что касается трансмиссии, здесь вариатор собственного китайского производства выполненный по мотивам ранних вариаторов компании Mitsubishi. Индекс этой коробки QR019CHA. В целом, с этим мотором, учитывая его небольшой крутящий момент, вариаторная коробка более или менее уживается, но у спокойных водителей. Если злоупотреблять пробуксовками, светофорными стартами и ударными нагрузками, есть все шансы отправить трансмиссию в ремонт, где-нибудь к пробегу в 100-120 тысяч километров. Некоторые нарекания по части этих коробок, а это обычный вариатор с ремнем и гидротрансформатором, относятся к слабым подшипникам входного конуса. Так что при осмотре подобного автомобиля на тест-драйве обращайте внимание на отсутствие посторонних шумов. Ну и для тех, кто хочет сберечь трансмиссию по максимуму, рекомендуем менять масло в этой коробке почаще 35-40 тысяч километров пробега. Ну а перед тем, как посмотреть, что представляет собой ТИГА-4 снизу на подъемнике, давайте поговорим про дорожный просвет. Его каталожное значение в данном случае это 190 миллиметров. Вооружимся рулеткой и проверим эти цифры на соответствие действительности. Самая низкая точка в данном случае находится под защитой моторного отсека и до нее от асфальта 19 сантиметров. Передний бампер находится на отметке 24 сантиметра. Резиновый брызговичок в 16. Расстояние до отбортовки порога за передним колесом 24 сантиметра. В задней части почти 26. А до заднего бампера от асфальта 30 сантиметров ровно. Надо отметить, что чуть ниже этой отметки свисает банка глушителя, подвешенная поперек, но она находится практически в габарите задней оси. И зацепиться ей, подъезжая к препятствию задним ходом, довольно проблематично. Так что по части геометрической проходимости, с учетом короткой колесной базы в 261, у этого автомобиля все обстоит более или менее хорошо. Что касается ходовой части. Передняя подвеска у Chery Tiggo 4 это Макферсон. Шаровые опоры в данном случае крепятся к рычагу на болтовом соединении и меняются отдельно от них, без демонтажа самого рычага. Сами рычаги не сказать, чтобы были особо массивными. Стабилизатор поперечной устойчивости спереди здесь, весьма неплохого такого сечения, расположен он на подрамнике сверху. А вот с доступом к его укреплениям здесь беда. Это касается как левой стороны, так и особенно правой, поскольку над стабилизатором и над его втулкой проходит магистраль гидроусилителя руля. Рейка на этой машине классическая гидравлическая, поэтому при осмотре машины с пробегом обращайте внимание не только на отсутствие люфтов и стуков в рулевом, но также и на отсутствие течей по магистралям ГУР. Что касается антикоррозийной защиты, на самом деле этот автомобиль обработан достаточно плотно. Антикорр здесь не только в районе порогов, но и практически по всей площади самого днища автомобиля. И даже частично на самом моторном щите. А вот центральная часть кузова защиты какой бы то ни было лишена, поэтому если вы планируете эксплуатировать подобный кроссовер в регионе, где в ходу реагенты и делать это на протяжении многих лет, крайне желательно озаботиться дополнительной антикоррозийной обработкой. Довольно интересен тот факт, что у этого автомобиля днище кузова отформовано явно под вариант прокладки здесь кардана к задней оси, но у Chery Tiggo 4 не было полноприводных версий, в том числе и на родном китайском рынке. Да и выхлопная система здесь проходит ниже, не внутри тоннеля, поэтому для чего он здесь нужен, вопрос дискуссионный и открытый. Топливный бак у этой машины имеет объем 57 литров, сделан он из пластика и ржаветь точно не будет. А что касается задней подвески, здесь у нас схема на поперечных рычагах. По три поперечных рычага на сторону и по одному продольному. Задний стабилизатор тоньше переднего раза в полтора, но при этом имеет отличный доступ и обслуживать его можно без каких бы то ни было проблем. А пружины и амортизаторы стоят отдельно друг от друга, что упрощает замену этих компонентов. Задние тормоза здесь дисковые, а стояночный тормоз реализован при помощи барабана с колодочками. Так что после мойки зимой этот автомобиль крайне нежелательно оставлять на стояночном тормозе. Есть риск приморозить колодки. Таким мы увидели сегодня компактный кроссовер из Китая. Cherry Tiggo 4 2020 года выпуска. 2 литра, 122 лошадиные силы, вариатор передний привод и 54 тысячи пробега. Надеемся, этот обзор позволил вам сформировать впечатление о том, что представляет собой в целом этот автомобиль. Если у вас была или есть такая машина, на которой вы проехали уже не одну сотню тысяч километров, и вам есть в чем нас дополнить и в чем поправить, пропишите все это в комментариях. Людям, которые думают, брать или нет такой вариант, ваш комментарий может помочь сделать окончательный выбор. Если обзор понравился, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и писать, какие автомобили вы хотели бы видеть в дальнейшем на нашем подъемнике. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. До новых встреч на канале. Пока.